Москва, 12 сенрия новости с сотрудничеством России и Сирии в военно-технической сфере. Российский президент Владимир Путин посылает миру пять геополитических сигналов, считает профессор, эксперт по вопросам национальной безопасности, пишущий редактор американского издания The National Interest Николас Гвоздев. Первым из них является тот факт, что сообщения об упадке России являются чрезвычайно преувеличенными. Другими словами, версия о том, что западные санкции в сочетании с падением мировых цен на нефть и замедлением экономического роста Китая поставили Кремль на грань краха, является преждевременной, полагает автор. Кроме того, отмечает аналитик, Россия остается одной из немногих стран в мире, способной отправить и поддерживать свои войска за пределами собственных границ, а Кремль планирует принять активное участие в развитии ситуации на Ближнем Востоке. Во-вторых, отмечает Николас Гвоздев, Путин ясно дает понять, что он не примет точку зрения Вашингтона о том, что удаление жесткого лидера из власти приведет к долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. Путин неоднократно указывал на то, что если цель Запада заключается в сокращении потока беженцев и снижении угрозы со стороны исламистского терроризма, тогда опыт, полученный в Ираке и Ливии, доказывает, что свержение осада и надежда на то, что оппозиция сможет сформировать более эффективную и стабильную государственную администрацию, не приведут к желаемым результатам, отмечает редактор издания. Кроме того, продолжает аналитик, позиции России на Украине стали более уверенными. Несмотря на относительное соблюдение перемирия, на Украине сохраняются внутри политические и экономические проблемы, которые ставят под сомнение способность нынешнего руководства страны обеспечить курс на интеграцию с евроатлантическим миром, убежден Николас Гвоздев. Четвертым сигналом редактор The National Interest назвал то, что Кремль обозначает свои красные линии. Россия не станет просто сидеть и смотреть, как Башар Алясад теряет свой пост в результате военного вмешательства извне, уверен аналитик. В-пятых, Москва готова выполнить свои обещания, даже если это потребует определенных жертв в виде материальных затрат. И такие страны, как Азербайджан и Египет, которые сомневаются в заинтересованности Америки в их благополучии, это, безусловно, заметили, констатирует автор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok